Здравствуйте! У вас в руках контроллер солнечного трекера Sonich Mini. Это не просто система слежения за солнцем вслепую. Это устройство по своим фотометрическим датчикам автоматически ориентирует вашу солнечную панель или тепловой коллектор в оптимальное положение, при котором достигается максимум освещенности их рабочей поверхности, а вы получаете при этом максимально возможное количество энергии. Как быстро подключить и настроить контроллер Sonich Mini, речь пойдет в этом видео. Оборудование у нас следующее. Мотор-редуктор постоянного тока, опорно-поворотного механизма, который выполняет поворот трекера влево-вправо, на восток-на запад по азимуту. Дальше актуатор, который выполняет подъем-опускание солнечной панели вверх-вниз по элевации. Дальше анимометр для защиты трекера от сильного ветра с импульсным выходом. Блок управления Sonich Mini, радиопульт на 433 МГц и блок питания в данном случае 12 Вольт 10 Ампер. К плате блока управления подключается пара проводов. Это питание от 8 до 30 Вольт, плюс питание и земля. Дальше это мотор Y, пара проводов, то есть актуатор, элевация. Мотор X, пара проводов, это азимут, опорно-поворотный механизм. И анимометр подключается по трем проводам, плюс 5 Вольт, граунд, винт. Силовые провода увести корпус желательно в виде круглых кабелей типа ПВС, чтобы обеспечить герметичность корпуса. Сечения жилы пол квадратных миллиметра будет достаточно. Итак, сделали тестовое подключение, после этого надо проверить правильность полярности подключения двигателей. Для этого переходим в ручной режим, дважды нажимая кнопку ОК, ставим блок управления на панель, становимся сзади трекера. Лицом смотрим на юг, на солнце. И панель также смотрит, блок управления смотрит на юг, на солнце. На пульте нажимаем кнопку, кнопка значит вверх. Это будет позиционирование трекера вверх. Кнопка вниз, должно быть позиционирование трекера по направлению вниз на горизонт. Если это неправильно, тогда меняем полярность мотора Y, меняем провода. И аналогично мотор X, нажимаем ОК, меняем движение, мигает X. Кнопка влево, должна вращать трекер по азимуту влево, то есть на восток. А кнопка вправо, должна вращать трекер вправо, по азимуту, то есть на запад. Если этого не происходит, меняем провода на моторе X. Также следует прогнать приводы в крайнее положение и убедиться в срабатывании концевых выключателей. Вот, например, сработал концевик в другую сторону. Доходит до края, должен срабатывать концевик, который включен в разрыв мотор редуктора или в актуаторе встроенной концевики и отсекать питание привода. Далее нужно проверить анимометр. Для этого достаточно просто вращать крыльчатку анимометра и убедиться в том, что на экране в статусе появляется маленькая буква W, которая показывает то, что есть сигнал от анимометра, есть небольшой ветер. Также можно посмотреть в автоматическом режиме, зайти в меню ОК, пойти в меню Ветер ОК и посмотреть данные по датчику ветра. Здесь можно видеть большую цифру скорость в метрах в секунду, количество импульсов, которые выдает анимометр. Также можно посмотреть количество импульсов, которые он выдает на один оборот, по мигающей точке. Вот он выдает один импульс на один оборот. Для этого анимометра установлен коэффициент калибровочный 310. Этот анимометр полностью отградуирован и в настройке его нет никакой необходимости. Если у вас будет другая крыльчатка, то подкорректировав этот коэффициент передаточный, вы можете увеличить или уменьшить показания скорости ветра. После этих действий устройство наше готово полностью к работе. В этом мы можем убедиться. Нажав кнопку отмена, выйдя в автоматический режим. И вот после этого трекер уже пытается выполнять какие-то действия. Скажем, если это ночь, то будет парковка происходить. Если это день, то будет ориентация по максимуму освещенности. Но устройство уже полностью рабочее. Далее очень рекомендуется блоку управления провести обучение приводов, что позволит настроить параметры защиты по времени и по перегрузке для ваших приводов и сделает их работу безопасной. Для этого нужно нажать кнопку отмена в автоматическом режиме, подержать ее 5 секунд. И дальше пойдет обучение приводов. Либо можно сделать так. Меню, привод, выбрать через меню привод и нажать обучение. Окей. Поехали. Сначала будет проведено обучение мотора Y. То есть по аливации трекер опустит голову максимально вниз. Затем он поднимет голову максимально вверх, в зенит. Дальше перейдет на обучение мотора X по азимуту. Он двигает мотор X по азимуту влево, то есть на восток. И доходит до левого восточного концевика. Срабатывает концевик. И блок управления дальше двигает привод вправо. С востока на запад. До западного концевика. Срабатывает концевик. И на этом обучение закончено. Если же концевик по какой-то причине у вас не срабатывает, блок управления не реагирует на него, то в этом случае начало-конец пути мы отбиваем кнопкой ОК. Подталкиваем таким образом. После обучения на экране показываются параметры обучения. Посмотреть параметры обучения можно в меню. Вот здесь привод, привод и вот время мотора по X. Время движения мотора по Y в секундах. Дальше есть в меню защита. Есть ток максимальный привода X. 28 единиц тока. Минимальный 4. Максимальный по Y 13. Минимальный по Y 2. 2 единицы. Также можно сделать просмотр тока приводов. Протестировать их на усилие. Привод меняется кнопкой ОК. Вот Y или X. Допустим X. Вращаем мотор вправо. Показывается текущее значение тока. Вот я могу увеличивать ток. И когда я увеличиваю до 30 там с чем-то было единиц, мой привод останавливается. То есть я могу протестировать срабатывание моей защиты. Если мне не понравилось усилие, допустим маловато усилия, я выхожу отсюда и иду в меню привод. Меню привод токовая защита. И ставлю максимальный ток привода X. Ставлю, ага, не 28 единиц, а допустим больше. 40 единиц ставлю. ОК. И дальше иду снова в тест. В просмотр тока приводов. Выбираю привод X. И тестирую. До 40 единиц. Вот до 40 единиц, пожалуйста. Просто тяжело мне уже до 40 единиц догнать. Если вы успешно прошли обучение приводов, то поздравляю вас. Дальше видео можно не смотреть. Ваш блок управления полностью настроен и работает как надо. Переводите его в автоматический режим и он следит по максимуму освещенности. Если же у вас что-то не получается, допустим вы поставили какие-то параметры, много там другие, не помните как оно было раньше, у вас всегда есть хорошая такая возможность вернуться к заводским настройкам. ОК. Последнее меню общее. Вот общее. ОК. Заходим в него и последний пункт под меню есть дефолт. Настройки по умолчанию. ОК. Сбросить настройки. Да. Еще одна вещь, которую можно сделать при желании, это более точно откалибровать фотометрические датчики уже на установленном трекере под ваши условия освещенности. Для этого нужно зайти сначала в ручной режим, передвинуть трекер точно на солнце, выставить его по одной оси, там по второй оси, выставить так, чтобы он смотрел под прямым углом, панель находилась по направлению к солнцу, это должен быть полдень и не должно быть облаков. Полдень, максимальная освещенность безоблачна. Дальше после этого переходим в автоматический режим, заходим в меню, выбираем пункт фотодатчик и идем в калибровку. Заходим в калибровку и делаем полную настройку по эталону. Эталон 1000 единиц освещенности. Окей. Сейчас он показывает ошибку, потому что ночь. Или же можно в автоматическом режиме, просто после настройки под прямым углом на солнце, взять и подержать кнопку вверх 5 секунд. И последняя информация. Если вы потеряли свой старый пульт, или в нем села батарейка, и хотите подвязать, например, новый пульт с новыми кодами контроллеру Sony, то в этом случае вам нужно выключить питание и успеть нажать любую клавишу на новом пульте. Дальше контроллер предложит вам нажать кнопки вверх-вниз, сброс и ОК. На этом обучение пульта закончено. Проверяем. D это у нас ОК. Вниз, вверх листание. А отмена это у нас выход в автоматический режим. На этом все. Спасибо, что выбираете наш контроллер Sony. Благодарю за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok